так странно конечно что обычно я снимаю кого-нибудь ищут печника как деревня я приехал из россии из глубокой россии из ульмуртии первая фотография которой я оживил это эта девочка которая смотрит из окна автобуса так весьма напряженно смотрит на достаточно обычном пейзаже можно встретить настоящее драгоценность просто присмотреться прием и заказ и почти прием заказов и починки разных модных вещей проявляется и вот я взял эту фотографию вот эта девочка и вот ее оживил и это создает очень странный необычный эффект который одну половину людей восхищает другую половину людей пугает до чертиков здесь на москачке жил георгий иванов у него даже один один рассказ называется московский форштадт про жизнь здесь это выглядит прямо как какой-то русский север но там проезжают трамваи это все часть одного целого часть этой маленькой машины времени который я вот создаю сам добрый день эта программа балтия меня зовут мария андреева и этот выпуск мы снимаем в риге и по большому счету он будет про ригу один из самых красивых европейских городов но сегодня мы не будем гулять по улочкам старого города или пробовать рижский бальзам нет мы покажем вам совсем другой город ригу не парадную но прекрасную а наш герой это человек который никогда не думала что станет рижанином и оказался здесь по большому счету случайно тем прекраснее история рига глазами влюбленного в город иностранца такую ригу мы не видели никогда не так странно конечно что обычно я снимаю кого-нибудь вот здесь брусчатка эта дорога ведет к истории очень круче брусчатка там где асфальт там уже можно расслабиться и ищут печника как деревня видать многих печи сохранились в этом районе в принципе каждый дом очень район колоритный даже по стенам домов заметно стены такие временем подраты андрей першин даром что не местный ригу знает лучше многих ее коренных жителей хотя здесь он оказался волею случая последние пять лет андрей фотограф и видеодизайнер работает и в редакции новостного портала медуза того самого издания которое было создано московскими журналистами но только сразу в латвии подальше от российской власти все сотрудники медузы по сути согласились на вынужденную эмиграцию когда андрей першин паковал чемоданы он и не предполагал что его роман с ригой затянется и станет роковым я приехал из россии из-за из глубокой россии из-за из-за муртии и момент мне написали в фейсбуке и позвали работать сюда пригласили познакомиться и поработать мы как раз ехали когда был 14 год я в россии это 14 год это очень такой переломный год потому что там много что пошло не так и мы поехали в латвию когда просто рубль летел вниз и мы приехали и вы латвия только что ввела еще евро перешла на евро но и здесь было все для нас немножко дорого такая северная широта холодное море конечно же сосны на берегу я вырос вообще где я соборег нет не было водных поверхностей тут ими для меня конечно роско что рядом море есть до сих пор не привык ну я приезжал в ригу в ноябре в конце это не самое такое радужное время для переезда в ригу я хочу сказать на будущее людям которые приезжают лучше приезжать конечно летом но зато потом когда ты приезжаешь ноября очень приятно видеть и наблюдать как город весной просыпается что он меняется ты понимаешь начиная жить вообще другом городе есть у андрея одна но пламенная страсть история а точнее городские истории каждый дом поясняет андрей каждый камень может рассказать что-то интересное надо только внимательно смотреть по сторонам у риги такая особенность чтобы если бы я фотографировал в билизи как что это бы и был бы 19 век а издалека тут и видно что и трамвай современные если не люди ходят современные реклама что это уже из прошлого в настоящем есть раньше больше видео снимал вот в риге стал больше фотографировать потому что купил фотоаппарат который совмещают и фото и видео здесь в риге скромный фотограф и любитель истории андрей першин неожиданно для самого себя обрел почти всероссийскую славу когда его хобби вглядываться в детали и лица на старых фотоснимках вдруг превратилась в уникальный проект живые фотографии и это дело свободное время просто и первых фотографий которые оживил ты решил это девочка которая смотрит из окна автобуса весьма напряженно смотрит странный час вызвать фотографию я делал это просто такие как-то знаете гиф файлы такие я думал что это просто вот такие маленькие работы а потом как-то внезапно я нащупал в этом какой-то свой свой стиль как ни странно внезапно то есть я всю жизнь что-то пробовал что-то пытался сделать в анимации тут я понял что вот именно сплав историй какого-то момента и если я привношу это свое умение графическое анимационное и это создает это очень странный необычный эффект который одну половину людей восхищает другую половину людей пугает до чертиков и мне кажется что вот это вызывает такие неоднозначные эмоции то что это вызывает у людей это хорошо а предпринимаемые советским союзом в дерево хранения мира а а Субтитры создавал DimaTorzok Здесь у меня история про девочку Зинаиду Грусман Это фотография, не то чтобы она знаменитая, но она точно знаковая Это фотография девочки, которая после войны в лагере для беженцев И такие фотографии печатали в газетах, чтобы дети, которые остались в этих лагерях Они могли найти потом своих родственников или родителей Зинаида, к сожалению, не нашла своих родителей Но она потом жила в Англии И вот я взял эту фотографию Вот эта девочка И вот ее оживило Потом уже в процессе, конечно, стало вдвойне удивительно, что эта девочка тоже связана с Ригой Она из Риги Просто оказалось, что никто не мог понять ее Ну, вообще, на каком языке она говорит И потом случайно сотрудник понял, что она понимает латышский язык Потом она рассказала, что она из Латвии И что она не знает, где у нее папа и где мама И что отец, похоже, его забрали в армию Так что Зинаида жила где-то в Риге Проект «Живые фотографии» действительно стал, если не знаменитым, то заметным О нем писали и в российских СМИ, и в латвийских А его автор Андрей Першин вдруг осознал, что, кажется, он и вправду научился оживлять историю И вышел в город, чтобы создать новый проект Вот прям гулять и изучать что-то я начал относительно недавно, осознанно это делать А в Ригу я уже приехал таким профессиональным глядельщиком со стороны Ну и когда ты переезжаешь в какое-то новое место уже достаточно взрослым То ты, конечно, более ответственно начинаешь относиться к тому месту, в которое ты переезжаешь Значит, пытаешься его понять Желательно мелочи запоминать, смотреть какие-то знаки, элементы Потому что на достаточно обычном пейзаже можно иногда встретить настоящие драгоценности Просто надо присмотреться Андрей присмотрелся и обнаружил, что Рига разговаривает Почти каждый дом старого города хранит свое прошлое Старые вывески, купеческих лавочек, рекламные объявления, фамилии прошлых владельцев доходных домов Имена фабрикантов, выбитые в камни В таких городах я жил, ну я немного где жил Но там даже исторические здания уже были какой-то чем-то ценным и необычным А в Риге мало того, что исторические здания я много увидел Но еще и эти надписи для меня это стало большим открытием Потому что в таком количестве я их нигде не встречал, честно говоря И однажды я подумал, почему бы их не проявить, оживить Ну восстановить их, что они снова появляются вместе с нами Но, конечно, уже в процессе я понял, что это нереально Потому что я не знаю, как их восстанавливать Это надо уже тогда обращаться, наверное, к историкам Сидеть, искать, как они выглядели изначально Я подумал, что я проявлю просто то, что я вижу Много типичных вот таких с русским духом избушек Потому что здесь после 1917 года прервалась в России немножко история А здесь она продолжалась еще до 40-х Так что здесь осталось дух русского земского такого городка Ну и в некоторых уголках Ну вот первая надпись Одна из надписей, про которую есть какая-то информация Потому что там читается My Carp Это владелец этой фабрики Но это была одна из крупнейших в Риге Ну или вообще в регионе табачных фабрик Они экспортировали ее много в такие страны Я сначала выбираю ракурс Ну здесь он не очень подходит, так что я обычно подальше отхожу Ну вот отсюда я подходил Это у нас что? Прием и заказ? Прием и заказ, прием заказов и починки разных модных вещей То есть по сути это швейное такое ателье? Ну для модников Герб какой-то государственной конторы что ли И банка может быть Времен независимой Латвии Потому что там что-то я прочитал Когда нашел картинку С тем, что здесь было раньше Там было написано что-то науда А, что-то с деньгами А вот это деньги Да, что-то Дракон курземский И кто-то еще Я сейчас начинаю понимать, что ты про местную историю знаешь больше, наверное, чем я Местный житель, мне становится стыдно поемногу А мы только начали Это Амбург Амбург Г.П. Амбург И потом Я уже тоже кто-то мне написал Что там написано Мешки Это была реклама мешков Ага Круто Ну она уже, конечно, не так хорошо читается, как рай Но все-таки можно Сюда обычно, если приезжаешь, то уже тогда досконально все изучаешь Потому что ты думаешь, ну раз уж я сюда приехал То я с этого места возьму все, что можно Ну вот тут, конечно, вывеска, которая тоже, наверное, скоро станет историей Но она, конечно, современная Ну а думаю, когда-нибудь тоже станет Какой-нибудь такой же парень, как я, через лет, чтобы вот ходить Видно, что его тоже начинают останавливать Но, кстати, когда мы были здесь, ну вот, осенью Вот этого еще не было Ну, лесов Ну вот, здесь написано что-то Торговля рогожами Кукольями Вообще, думаешь, можно зайти? Нет, ну тут еще интереснее, чем снаружи даже Рига, она очень многослойная И состоит как будто бы из разных городов Район очень не похожи друг на друга В самом центре, если поискать, то можно найти Например, вот Это на немецком обойщик Обой кто-то делал А вот здесь, наверное, просто Ну, латышком это было написано Теперь любая прогулка по Риге для Андрея Настоящая археологическая экспедиция Он собрал уже целую коллекцию старых городских надписей Дома каждый свой артефакт Он начинает пристально изучать и, по сути, реставрировать Так из небытия вновь возвращается история Вот, проявляется Тут я в городе вставал на определенные точки Я делал одновременно и фотографию, и видео А почему? Потому что с фотографии я брал эти тексты Ну, так удобнее было С фотографии их, они более четкие получались И с фотографии их обводил А потом уже накладывал на видеоизображение Мог, конечно, оставить на фотографиях Но тогда это не выглядело бы так живо А на видеоизображении видно, что это происходит в реальности Ну, то есть в движении внутри, в жизни Рига очень мой город Я даже понимаю, что если бы я был городом То я точно был бы Ригой Потому что, мне кажется, прям по атмосфере И то, как город Какой он есть Ну, это точно прям полное попадание В мое внутреннее состояние Своему городу Андрей Першин Посвятил отдельный фильм Он назвал его «Призраки Риги» Судя по восторженным отзывам В соцсетях и латвийских СМИ Рижане остались довольны Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я когда не жил здесь Для меня, честно говоря, что Латвия, что Литва, что Эстония Были как одним Одно Ну, по сути, я не видел разницы между ними Здесь, на Москачке Жил Георгий Иванов Мы один из самых любимых русских писателей Он жил долго очень в Риге и жил на Москачке И посвятил этому месту много своих Ну, как много Два Рассказа У него даже один рассказ называется Московский форштадт Про жизнь здесь Он очень такой Нуарный Колеса в районе Да И он даже вот про эти места здесь пишет Которые мы сейчас здесь видели А он про них пишет Они здесь остались Вот там церковь есть Православная И он вот В его рассказе есть События происходят в этой церкви Это смесь Вот таких Балтийских каких-то Культурных Особенностей С тем, что сюда принесли русские купцы Из этого здесь Такая Интересная Архитектура Что бывает Вот и там район дальше Были с Московской И там просто ряды деревянных домов Друг за другом идут Они до сих пор сохранились И это выглядит прям Как какой-то русский север Но там проезжают трамваи А здесь все так бурлило И кипело И смешивалось И русские И еще и очень большое присутствие евреев Здесь было, конечно И Короче, очень интересный микс На мой взгляд Что это за домик? Почему вы сюда пришли? Расскажите В этом незаметном И не сером Домике Родилась Вера Мухина Это знаменитый архитектор Российский Советский Сначала Российский, но советский И Даже, наверное, те, кто не знают Словосочетание Веры Мухина Все знают ее работу Наверное Да Один из главных символов 20 века Она создала Это рабочая колхозница Вот и она родилась здесь Это просто Огромный кусок Историй Просто Это прям вот книга Ты ходишь Как по музею Хочешь 19 век посмотреть Идешь На ту улицу Хочешь Средние века Старый город Там по лучкам гуляешь Хочешь Времен социализма Едешь на окраину Смотришь Там, как строили все Это все Часть одного целого Часть Этой Маленькой машины времени Которую я Создаю Сам Мы с нашим героем Андреем Першиным Показали вам Ригу Не парадную И зимнюю Но совсем скоро Весной Город расцветет И будет еще Прекраснее Так что приезжайте Это была программа Балтия Если вам понравилось Ставьте лайк И подписывайтесь На наш канал Еще увидимся Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok